Я приветствую вас. Студия РЭП предлагает очередную дискуссию. Наша сегодняшняя беседа будет подведением итогов тех передач, которые мы проводили при поддержке фонда «Открытое общество Грузия». В предыдущих передачах мы говорили о работе органов местного самоуправления и о том, как пошли дела после осуществления реформы местного самоуправления, насколько местная демократия работает. Я приветствую наших гостей Коте Канделаки, председатель Международного центра управления гражданской культурой. Лиззи Сопрумадзе, Центр развития регионов. Давид Лосаберидзе, Сеть местной демократии. И Мамука Абуладзе, представляющий Министерство регионального развития и инфраструктуры. Большое спасибо за участие в нашей дискуссии. В определенном смысле наша дискуссия будет подведением итогов не только предыдущих передач, но и оценкой. Оценкой того, что произошло за прошедшие полтора года, после того, как заработал кодекс местного самоуправления, были выбраны председатели Сакребуло, Камгебели, насколько эффективно началось формирование местного самоуправления. Если не говорить только об эффектах. Большое спасибо за приглашение. В течение полутора лет работы органов местного самоуправления, оценить их работу довольно сложно, поскольку самоуправление само по себе не рассчитано на эффективность. Работа самоуправления предполагает принятие решений вместе с населением по вопросам, которые касаются жителей регионов, с учетом их интересов. Но вот история самоуправления говорит о том, что у нас было слабое звено, слабая связь между органами самоуправления и гражданами. Но теперь были ожидания этого. Да, были ожидания. Относительно реформы были большие ожидания. И общество с большим нетерпением ожидало выборов в органы местного самоуправления. И все надеялись, что скоро произойдут изменения. Положительным оказывается то, что отношения Гамгебели и председателей Сагребулу отношения к ним иной, чем было во время правления предыдущих властей. У местных органов самоуправления была готовность, настрой к тому, чтобы иметь более тесные связи с местным населением. И то, что не было в предыдущие годы, они хотели решить эти проблемы, хотя через полтора года общество пришло к выводу, что достичь каких-либо ощутимых результатов очень сложно, поскольку реформа предполагает изменение и менталитета, и отношение к делу, для чего нужно гораздо больше времени. Соответственно, если говорить о положительных сторонах, то надо сказать, что действительно есть больше желания, больше включенности, больше коммуникации. Хотя наши встречи с населением свидетельствуют о том, что коммуникация опять очень низкая. Большое спасибо. Давид, вот этот трехлетний период, органы, которые были избраны в 2014 году, можно ли считать, что это начало более дееспособного самоуправления? Возможно, ожиданий было гораздо больше. Давид, не будем гадать. Нам приходится часто гадать, поскольку было гораздо больше ожиданий изменения функций. Я приветствую вас. Сам факт, что три, три с половиной года было определено для переходного периода, действительно свидетельствует о том, что это переходный период. Существует вообще четырехлетний цикл для органов местного самоуправления, и это должно было совпадать с Конституцией. А до этого предполагалось провести целый ряд мероприятий. Мы не говорим, что все могло разом измениться. Мы должны сказать, в каких конкретно областях должны были произойти изменения. Строительство самоуправления напоминает строительство дома. Где должен быть построен дом, какую функцию должно иметь это здание, кто выполняет строительные работы, и для кого строится это здание. Это самое главное, поскольку в данном случае заказчиком является общество, и оно должно иметь от этого определенную выгоду. Фактом является и то, что реформа, которая началась, это примерно пятая реформа после обретения Грузии независимости. И во время всех реформ была какая-то попытка совершить, сделать шаг вперед, хотя в некоторых случаях были шаги назад. И, конечно, можно говорить и о положительных сторонах реформы, однако, по сути, реформа не смогла, по сути, изменить картину. Главное, все же, ментальная проблема. В политической элите или в истеблишменте. Я не люблю термин рядовой гражданин, рядовой избиратель. Я имею в виду политические силы, гражданское общество и себя, и государственные структуры. Все это остается проблемным. Какая главная ментальная проблема, которая не дала возможность проведения более эффективных реформ и работы органов местного самоуправления? Обыкновенный страх. Известные слова Рузвельта, когда в Америке начались реформы в 30-х годах, он говорил о страхах. И это касается не только Америки. Любое общество считает, что привычное зло лучше каких-то новшеств, чего-то нового, поскольку новое требует новых ресурсов, не только финансовых ресурсов, психологических ресурсов, временных ресурсов. И когда ты еще не смог осмыслить, что необходимо сделать, можно спорить по разным вопросам, но главная проблема, это проблема страха. Когда существует множество противников, вот приведу простой пример. Вот у тебя много противников, и когда началась эта реформа, у нее было много противников. Говорили, почему мы отказались от этого. и представители высшей власти и политической элиты говорили о том, почему мы остановились, что необходимо было выделить больше средств. Однако, без изменения системы в целом невозможно достичь каких-либо ощутимых результатов. Большое спасибо. Господин Коте, это страх или просто привычка. Мы знаем, какова прежняя система. Она работает. Так думают те, кто принимает политические решения. Или страх того, чтобы не сделать чего-то такого, чтобы все испортить. Я думаю, и то, и другое. В первую очередь, противники радикальных реформ считали, что, когда ты находишься в оппозиции, то в этом случае ты требуешь более радикальной реформы. Эта реформа повысила бы участие граждан. Возможно, в краткосрочный период не повысило бы число. Но, как говорится, в самом зародище видно, видны определенные ошибки. Но что предполагала радикальная реформа? Это было хорошо видно в программе грузинской мечты, в ее государственной стратегии. И можно сказать, что были решены только два вопроса. Это одно из главных достижений реформы. Прямым образом избранные меры и гамгебели, что способствовало развитию демократии на местах. Они больше ощущают связь с избирателями и обязанности, которые они взяли на себя. Но когда они столкнулись с реальностью, оказалось, что они ничего не могут сделать. И в этом вина законодательства. Реформа ставила цель изменения законодательства и предоставления больших прав местным органам самоуправления. То, что было в программе грузинской мечты, и проблема казалась в том, почему в Грузии самоуправление является фикцией, на 90% можно сказать реформа ничего не изменило. Да, но была речь о том, что выбирали гамгебели, меров, однако компетенции вновь остались неразделенными. Да, я об этом и говорю, что сегодня период стагнации. После принятия кодекса в 2014 году фактически не было сделано шага вперед в связи с компетенциями. до 1 июня необходимо было представить Министерству регионального развития и инфраструктуры предложение о разделе компетенции, что можно делегировать. Должна была начаться беседа на эту тему. Я не в курсе. До 2015 года этот документ не был передан правительству. Вот я прочитаю соответствующую статью. До июля 2015 года правительство должно было обеспечить полномочия государства и муниципалитетов и для разделения полномочий подготовить законодательные внести законодательные изменения. У правительства почти был год и у органов местного самоуправления для того, чтобы провести консультации. Сейчас у нас передача реклама и после рекламы мы передадим слово господину Мамуке Абуладзе, поскольку именно он представляет Министерство регионального развития и инфраструктуры и мы должны ему предоставить слово. Мы вернемся после рекламы. Студия АРЭ продолжает дискуссию. Мы говорим о реформе самоуправления. Мы подводим итоги пройденного этапа. Почему оказалось проблемным, чтобы произошло разделение полномочий, чтобы приняли решение о собственности и не возникала тема разделения налогов, как это было задумано в начале. Что этому помешало? Спасибо за приглашение и для возможности ответить на вопросы, которые беспокоят значительное число наших граждан. Нам следует определить, сказать, откуда мы идем. мы все же уходим в исторический экскурс. Да, мы знаем, что нам досталось тяжелое наследство. Если мы говорим, что до этого было самоуправление в Грузии, то, о чем говорили выступающие, по сути, не было. Можно сказать, народ на местах не занимался самоуправлением. Это было сохранившееся от коммунистического периода централизованное правление. с 2013 года обещанием грузинской мечты было, что они должны были разрушить эту систему. И были большие ожидания. А что надо было разрушить? Необходимо было разрушить вертикаль центрального управления, чтобы не было президента губернатора Гамгебели. В этом, как сказал господин Коте, Гамгебели должен был быть зависим не от губернатора и правительства, а от населения. Эта попытка, можно сказать, в определенном смысле была осуществлена. Но это лишь один шаг. Я использую грузинскую пословицу «Не отучай к чему-то привыкшего и не приучай к чему-то непривыкшего». Люди, которые в течение десятилетий привыкли к тому, что сверху по приказу, соответствую с приказом выполнять какие-то поручения, они не смогли ментально измениться, переключиться на то, что власти уже не распоряжаются местными органами. Да, общество на местах действительно такое ощущение, что какие-то вопросы обязательно должны решаться наверху. Вы выбрали Гамгебели, но он не знает, чем распоряжаться и как распоряжаться. До первого января 2016 года должно было быть распоряжение о разделении полномочий относительно распоряжения природными ресурсами. Должно было произойти размежевание собственности, это все должно было быть завершено. Но этого не было сделано. Самоуправление не может быть рассматриваемым без политического контекста, в котором находится страна. Когда у нас в течение десятилетий была однопартийная система, в том числе на местах, внезапно невозможно создать местную демократию. Пока в Грузии не сформируется плюралистическая политическая система, в том числе и на местах, пока не начнется политический процесс, до этого утверждение самоуправления сверху невозможно. Вот один интересный нюанс. На выборах 2014 года во всех муниципалитетах Грузии победила однопартия, как в лице меров Гамгебели и Сагребулу. И когда победившее большинство оказалось в прежней системе, я бы так не сказал. Никакой кодекс, никакое законодательство не сможет создать самоуправление если не будет плюрализма, то есть политической разношерстности. Разница между нынешней политической ситуацией и прежней в том, что в правлении не одна партия, а коалиция, в которой имеются внутренние противоречия, в том числе в Сагребулу. Мы видим, начался политический процесс. то есть появились первые признаки демократии. И как вы представляете себе, ответственность за местное самоуправление имеет наше министерство, министерство регионального развития и инфраструктуры, которое в предыдущие годы воспринималось директором, начальником самоуправлений. и вдруг органы самоуправления потеряли этого директора и изменистерства уже не идет диктат. Наоборот, идут предложения о том, что вы должны слушать людей, население. Это проблема относительно разделения полномочий и передачи полномочий на местах. она имеется не только на местах, когда народ привык к тому, что им управляют сверху. Но эта привычка существует и в том политическом истеблишменте и в тех структурах, которые в центре, то есть в министерствах. И если они передадут полномочия на местах, им кажется, что это разрушит страну. Вот с этой проблемой мы столкнулись, хотя прошедшие годы показали, что постепенно произошло осознание. Например, министерство образования осознало то, что лучше уход за школами, ремонт и их строительство передать на местах. И это будет более эффективно. А почему не передали? на весенней сессии министерство внесет законодательный пакет, пакет законов, в котором будет расписано то, что мы смогли сделать на этом этапе, чтобы определенные полномочия посредством делегирования было принято решение, чтобы детские сады, да, это 2006 года, но были разговоры о том, чтобы были школы, то есть ремонт школ, инфраструктура, почему это оказалось проблемным. В течение полтора года этого не смогли достичь. Тут многое может быть подготовлено в министерстве, разные документы. Одним из положительных шагов реформы было то, что часть подоходного налога осталась в органах самоуправления, но другой рукой этот выделенный трансфер был оприходован. таким образом, у самоуправления не была повышена доходная часть. Центральная власть составила 300 миллионов для фонда регионального развития трансфера. И было обговорено, чтобы, мол, вы пришли эти проекты, мы сядем и решим, достоин ли ты того, чтобы тебе выделить эти средства. Тут было больше страха того, что они нецеливым образом распорядятся доходами. Есть понятие капитального трансфера. Они могли передать этот капитальный трансфер. Но 2 миллиона, которые выделены для определенного муниципалитета, они сами могли решить, на какой проект израсходовать эту сумму. Мы для этого разработали стратегию развития регионов и действующие планы, их приоритеты, как они должны осуществиться. Все это не решает ни министерство, ни комиссия регионального развития. Это решают на места консультационные советы. Но как расходуются эти 200 миллионов? Вы все время критиковали прежнюю власть, что, мол, передайте эту сумму муниципалитетам и пусть они сами распорядятся. Планы, которые разработаны муниципалитетами и приняты на консультационном совете, они могут быть финансированы. Вначале это выходит на Сакребулу. Сакребулу должны дать добро этим проектам. Впоследствии составляется план действия регионального развития. плана одобряет консультационный совет Камгебели, председатель Сакребулу. Но почему такая длинная процедура? Если есть доверие, можно было прямо распорядиться этой суммой. Без процедур. Это для осуществления стратегии регионального развития, то есть опять центральная система управления. Согласимся с тем, что региональные власти не существует. Это центральная власть? Нет, я не об этом. Они являются выборными органами на местах. Финансируются инфраструктурные проекты. Это вода, дороги и какая тут связь с региональным развитием. Они сами решают, какую провести дорогу. А зачем это утверждать наверху? Никто не утверждает. Просто в этом нет проблемы. Когда система наладится и у нас будут стратегии регионального развития, их действующие планы, приоритетные документы, нормальное планирование, как должна развиваться страна, какая проблема, чтобы это потом передать муниципалитетам. После рекламы мы вернемся к этой теме, существуют ли какие-либо концептуальные видения относительно того, соображения, которое имеется у министерства и между мнениями экспертов. 350 семей, живущих в селе Чардахи, несколько десятилетий ждут получения воды. В селе вода поставляется по графику два раза в неделю, и то всего на два часа. Каждая семья платит по одному лари за воду, что, по их мнению, очень дорого. Тогда у нас по графику вода, я вот этим шлангом заполняю цистерну. У меня однотонная цистерна, и потом мы распределяем воду через эту цистерну для кухни, для ванны и так далее. Я одну тонну беру за один раз, но до следующего раза мне не хватает воды. В таком же положении и остальные сельчане. Никому не хватает воды. Поэтому, кроме того, вода дорогая. По словам жителей Сила Чардахи, получаемая по графику вода, является соленой и непригодной для питья. 19 октября жители написали заявление и обратились в министерство инфраструктуры, хотя от министерства ответа пока нет. Да, эта соленая вода и непригодна для питья, а в особенности ее нельзя пить детям. Она уничтожила домашнюю технику. Соленая вода, и она все портит. Мы требуем, чтобы нам поставляли воду на Дахтаре. Тут всего 6 километров расстояние. В связи с качеством воды, мнение сельча не разделяет сельские полномочины. Они говорят, что это соленая вода, но мы ее проверили в лаборатории, и там не обнаружилось никаких солей. у нас есть справка, что это чистая вода. В селе всего один родник, и сельчанам приходится идти несколько километров, чтобы дойти до этого родника. Местные жалуются, что из-за отсутствия разительной воды, они не могут ухаживать за своими участками. По мнению представителя муниципалитета ЗАЗа Рост Яшвили, для приобретения насоса, мотора, для выкачивания воды и для резервуара были выделены 100 тысяч лари, что даст возможность селу получать большее количество воды. По словам Уполномоченного, в течение 24 часов невозможно поставлять воду селу. Местными усилиями достичь этого невозможно, чтобы вода была с 24-часовым графиком. Это должно решиться на государственном уровне. Государство нам говорит, что пока нет возможности для этого. И что? Государство учтет это. И осуществит это в будущем. Что касается тарифа воды, то его устанавливает национальная комиссия. И они не знают, в какой период смогут изменить существующий тариф. По мнению представителя Гамгёва, до установления нового тарифа жителям Чардахи не придется платить за воду. Студия Рэй продолжает дискуссию. Мы даем определенную оценку реформе самоуправления. До рекламы господин Мамука много говорил о том, как должно определяться расходование средств, какую инициативу должно проявить местное Сакребуло, имеется ли это в видении центральных властей, как должен развиваться регион. Все это будет предметом спора всегда, пока центральная власть не скажет, что вот, мол, вам средства, и распоряжайтесь ими, как вам, как вы считаете нужным. Да, и Евросовет, наш западный партнер, также рекомендует, что эти вопросы являются суверенным правом государства, как устроить систему. Предлагается, чтобы государство поменяли подходы относительно того, как вести этот процесс. Один вариант, это я выделяю средства и я же их контролирую. И второе, это я вам передаю сумму, то, что вам полагается, но при этом устанавливаю механизм контроля. Он основан на ценностях, исходя из результатов дела. И для этого имеются государственные структуры и соответствующая законодательная база. Например, если бы были проекты регионального развития у местных муниципалитетов, это не значит, что их надо пустить на самотек, чтобы они сами решали эти вопросы, чтобы юридическое или физическое лицо самостоятельно решало этот вопрос. существует контроль над нормативными актами, и если имеется какой-то спор между институциями, то спор должен решаться в суде. Закон рассматривает это как спор двух равноправных. В течение полутора лет не было случая, чтобы дело дошло до суда. Принцип таков. С законом определяется следующее. Если речь идет о нормативных, а не об индивидуальных актах. Если проверку начнут органы безопасности, это невозможно. Существует служба премьера. Раньше это было прерогативой президента. Когда муниципалитет принимает нормативный акт, происходит проверка того, не противоречит ли это законодательству, то есть существующим актом, если у центра есть предложение что-то исправить, местная власть может это учесть. Но если местная власть настаивает на своем, решение должно приниматься в суде, у нас была дискуссия на эту тему, во многих селах Грузии имеется такая проблема, они хотят, допустим, урегулировать систему водоснабжения, конечно у села нет такой компетенции и это должно решить Сакребулу обсуждать эту тему, а может это будет проблема селого муниципалитета, система водоснабжения, однако остаются вопросы, на примере одного села или объединения сел, на примере муниципалитета, как решить этот вопрос. Процесс в регионе идет очень проблематично. Я согласен, решение проблемы посредством муниципалитета нелегкое дело, и то, что вы говорили об обеспечении водой, это одна из болезненных тем, над которой, насколько я знаю, работает Министерство инфраструктуры, чтобы произошла передача управления водой. Да, этого, к сожалению, пока нет, но законопроект не смог подготовить, не смогло подготовить министерство. Возможно, станет под вопросом реформирования самоуправления. Перед принятием кодекса самоуправления почти весь политический спектр, как говорил господин Давид, был против этой реформы. Исходя из этого, кто бы не пришел во власть, оптимизация была самым значительным заявлением. Послушаем господина Мамуку, и этим мы завершим передачу. наш министр господин Нодар Джавашвили и его заместитель Тенгис Шергелашвили они видят этот вопрос так, что, допустим, вопрос водоснабжения не только обеспечения сел, должны быть созданы интермуниципальные предприятия, чтобы они смогли бы справиться с этой задачей, а не отдельные муниципалитеты. И эта централизованная водоснабжающая компания в течение определенного периода должна быть передана местным властям, и они должны управлять этой компанией. То есть децентрализация со стороны нынешнего руководства разделяет полностью систему децентрализации. Это планируется осуществить поэтапно и готовится уже заграждательная база. Я согласен с господином Коте. Если останется данное руководство, нынешнее руководство, то процесс будет продлен. Я имею ввиду децентрализацию и придет к логическому завершению. Конечно, политический истеблишмент, который был против реформы, мы видели, это было у них записано в программах, но мы видели, что помимо отдельных исключений, они были против прямых выборов Гамгебели. И вся эта кампания 2013 году была против прямых выборов Гамгебели. Если бы ни одно лицо, лидер коалиции, господин Бедзина Иванишвили, значит, вы говорите о политическом процессе. Если бы не Бедзина Иванишвили, и этот кодекс тоже был бы провален, и реформа не началась бы. Но мы видим, что только один человек, каким бы он ни был харизматичным, оно не может осуществить реформу, если весь политический спектр и общество для этого не готово. Когда вы говорите, что министерство не передало полномочия и не подготовило во время законопроект, кто защищает права самоуправления, где ассоциация органов местного самоуправления, почему не ставить этот вопрос перед правительством, и почему за это не борются в суде, почему они нас не беспокоят. Министерство регионального развития это интересная стратегия господин Мамука. В законе говорится, что это должно исполнить министерство. Мы выполняем, но нам пришлось перенести сроки, поскольку в других министерствах нет такого примера реформы в одном министерстве. Какой бы хорошей командой не было бы это министерство. Это тема для другого анализа. Да, это вопрос политологов и политиков. Если мы так схематично посмотрим на то, что было в прошлом, какими были предвыборные обещания, 23-е постановление правительства, это была попытка внедрения типичной европейской системы самоуправления. И, исходя из нашей действительности, были сформулированы идеально то, что можно было сделать. Впоследствии на основе этого подготовлены закон и из этого закона было кое-что убрано в связи с политическими процессами. Это все рассматривалось в правительстве и опять были изъяты какие-то пункты. И во время перехода из правительства в парламент что-то опять потерялось. Я участник этого процесса и наши участники дискуссии также участвовали в этом. Появились новые приоритеты в условиях нового премьера. Это тоже политический процесс. Но мы говорим о реформе. Думаю, что это признают все. Следующий этап, несмотря на то, что было принято, все же растянулся процесс осуществления. Поскольку и тут были противоречия, барьеры. Но под вопросом стоит и то, что записано в законе. Несколько вопросов, которые можно коротко перечислить. Тема территориальной оптимизации. Но до октября правительство Грузии должно передать схему и свое видение относительно устройства местного самоуправления. Второе это передача полномочий. Когда мы говорим, что у них должно быть больше материальных средств. Была речь о поставке воды организации транспорта. Можно было бы говорить и о дополнительных компетенциях, которые необходимо было передать местным органам самоуправления. Тут речь идет и о механизмах, которые открыла нам Европа после нашего ассоциированного членства. И Грузия может воспользоваться этим в качестве дополнительного средства и выделяемых с этой целью грантов финансовое разделение. В начале была речь о том, чтобы 5% доходов оставалось на местах. Теперь речь идет о 35%. Это неплохо, но это произошло за счет трансфера. А в системе надзора вновь стоит вопрос. Если мы распишем все эти вопросы, нет, это основные вопросы, и, конечно, хорошие изменения были внесены в этот список, будут проходить сельские собрания, но если даже реально возникнут эти вопросы, что должно предпринять собрание, какие у нее будут функции. Для шума это хороший метод. Мы очень ограничены во времени, но то, о чем мы сегодня говорили, каждый из вас высказал свое мнение. Наверное, все это должно служить тому, чтобы реформа, которая началась в 2014 году, после выборов, чтобы этот процесс реформы не останавливался, и после определенных политических изменений не стал бы предметом очередной ревизии, и чтобы мы не сказали, что наши желания не оправдались, и чтобы мы не начали новую реформу. До новых встреч! Мы ждем ваших отзывов www.studio.re.org или на нашей странице Facebook Studio Re. Вы можете посмотреть нашу передачу и высказать свое отношение. у и Субтитры подогнал «Симон»